Зоозащитник Мария показывает ворох писем. Внушительная стопка накопилась с апреля. Все это ответы мэрии города. Маша протестует против продажи на улицах котят и щенков. Днем в пятницу вместе с управлением муниципального контроля девушка отправилась в рейд по так называемым коробочникам. Когда мы забирали животных, у них у всех были болезни. Кроме истощения, была глистная инвазия, блохи, лишай. Вскрытие погибших котят показало, что они крайне истощены, они заглистованы, у них поражены органы. То есть у них был и вирус, и они просто измучены были. Наступила смерть в следствии голодания. Привлечь за жестокое обращение коробочников нельзя. Можно наказать их рублем за торговлю без разрешения и отсутствие веткнижек на блохастых. Решительные документы на животных у вас имеются? А какие? Справки, книжки, санитарные, ветеринарные, разрешение в конце концов на торговлю. Разрешение на торговлю есть. Есть. У меня ООО. Предливите, пожалуйста. В следующий раз вы мне принесете, дадите мне повестку, и я со всеми документами, с сумкой к вам приду. Штраф небольшой, на физическое лицо всего 1000 рублей. А вот бизнес очень прибыльный. Котят продают по 200-300 рублей. Стоит отдельно отметить о том, что, призвать граждан о том, что покупать данных животных на территориях города, землях общего пользования крайне не рекомендуется, так как зачастую не имеются ветеринарных справок на данных животных. То есть они могут потенциально нести угрозу жизни и здоровья для граждан и жителей города. Владелец котят не расстроился, что власти животных забрали. Сказал, он еще наберет, люди приносят на реализацию. Топить котят или выбрасывать на улицу дешевле, чем стерилизовать. Животных мы отвезли в приют «Майский день». Там их осмотрел ветеринар. Диагнозы в целой перечне все неутешительные. Тут и глисты, и блохи, и лишаи. Я вижу, что они анемичные, и что бледные десны. То есть это явно уже животные нездоровые. Спалые глаза. Угу. Неплохой состояние. Безвожжение все равно. Безвожжение есть? Да, конечно, конечно. Да, 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 суховат. И вот они прям чуть не стоят кожей. Судьба этих пушистиков сложилась удачно. Их пролечат и отдадут в добрые руки. Но случай этот скорее исключение, чем правило. У коробочников животные, как правило, погибают. А действенного рычага воздействия на продавцов-живодеров не существует.